Я хотел бы предоставить слово Анатолию Гину с докладом образования для новой эры. Примерно так. Здравствуйте. Я 25 лет, чуть больше, занимаюсь применением методик, ну скажем так, развития креативности. И даже это неправильно. Я превращаю методики развития креативности в методики, предназначенные для решения сложных инженерных задач, нестандартных. Я руководитель предприятия, реального консалтинга, который занимается решением сложных нестандартных задач. Когда непонятно, как ее решить, мы решаем эти задачи из самых разных сфер. Это было сельское хозяйство, это был инжиниринг, это было социальное проектирование и так далее. Но мне очень хочется, чтобы в идеале все люди могли не бояться, не пугаться каких-то задач, которые у них возникают, нестандартных. Я все время говорю своим студентам, когда работаю, вот вы взяли задачу, читаете. Если вы видите, как ее решать, то это не задача для вас, это упражнение. Задача, когда вы посмотрели и не видите, как к ней подступиться, тогда это задача. Вот тогда первая ваша, как правило, реакция, это испуг. Потом испуг в сторону и начинаем решать, собственно, задачи. Вот этому я учу, как решать эти задачи, нестандартные. Я думаю, что любого человека, ну нормального человека, без каких-то органических поражений мозга, либо не прошедшего там специальную обкатку, можно во всяком случае очень серьезно поднять над собой, научить его. В идеале, на самом деле, я бы должен был взять сейчас с вами и просто провести такое занятие. Ну нормально, как мы делаем с студентами, со взрослыми, с учениками и так далее. Но здесь я проведу немножко другую лекцию, она будет построена как лекция. А такое занятие мы проведем на мастер-классе. Просто вместе с вами порешать какие-то задачи, а потом, ну я из огромного количества типов занятий возьму одно, такое достаточно стандартное, а потом мы его обсудим, покажем, как может быть по-другому и так далее. Вы будете в нем активно участвовать. А пока я попробую 25 лет работы, значит, рассказать за 25 минут. Поэтому это будет очень быстро. Я стараюсь рассказать, на чем зиждется, на чем основана вот тот подход, о котором я, собственно, буду демонстрировать на мастер-классе или отвечаю какие-то ваши вопросы. А вот эта презентация называется «Образование для новой эры». Что и как? Образование для новой эры – это международная общественная лаборатория, которую я создал 11 лет назад. И сначала она называлась «Универсальный решатель». Именно вот этот подход, я хотела назвать «Передача». Человек должен быть не передачу к станку или к кульману, или еще к логарифмической линейке, а он должен быть по жизни универсальным решателем. Если я математик, я еще и родитель нормально, да, значит, я должен уметь решать задачи, а их огромное количество, которые возникают в воспитании собственных детей. Возникает межличностное отношение, семейное, несемейное, на улице. Я должен уметь их решать. И даже, извините, задачи, связанные с каким-нибудь бандитизмом. Будь у нас побольше времени, или если вы зададите вопрос на мастер-класс, я расскажу несколько задач, которые мне приходилось решать просто с бандитами, например. И благодаря тому, что я их решил, я здоровый, и, так сказать, сохранивший, так сказать, и здоровье, и честь, так сказать. Да, а вот не решил бы, было бы гораздо… А бандиты перевоспитались? А? Бандиты перевоспитались? Нет. У меня была задача, вот это не шутка, а прямо реально на улице, когда мне подошли графики, например, или еще что-то, да? И как мы расстаемся с ними друзьями после этого. Вот. При этом и грамма унижения, и еще что-то, да? Итак, что и как? Что? Это содержание образования. А как? Это как это содержание воплотить? Я не успею за короткое это время все это рассказать. Я просто вот хотел. Но что-то я голопым по Европам, или там полетая над самолетом, успею хотя бы обозначить. Уже здесь, я вижу здесь знакомые лица некоторые, ко мне подходили и спрашивали, а вот вы там говорите, вот, да, вот, значит, вот о центре универсальных погружений. Но есть у нас такая разработка, это учебное заведение абсолютно иного типа. Не такое, как вот сейчас есть, я думаю, что это будет новое учебное учреждение, скажем так, работающее на других принципах, которое ляжет в основу вообще нового образования. Ну вот в мире, если это масштабировать, нормальное сделано, это будет уже переход на совершенно новый уровень. Но я вообще об этом не буду говорить, кроме тех слов, что уже сказал. А сейчас вот о чем мы поговорим. Можно я даю знак, вы переключайте. Вот здесь нарисован кабан, да, нам с картинками сказала. Почему бесполезно уговаривать кабана изучать астрономию? Ну, ваше мнение, кто-то пробовал, может, и уговорил? А? Ужалый гигнезон. Он землю смотрит, конечно. Потому что он небо никогда не видел, понимаете? То есть это так же бесполезно говорить о творчестве, еще чего-то абстракта, если человек этого не укусил, понимаете? Если он в этом не поучаствовал, не получил интересного результата и так далее. Итак, значит, образование, утверждая, и почему я, собственно, занимаюсь? Потому что образование – это единственный прямой инструмент управления будущим. Все остальные инструменты косвенные. Вот мы придумали сотовые телефоны, да, они уже очень сильно управляют нашим будущим. Мы придумали компьютеры, они очень сильно изменили будущее. Но и с этими компьютерами, и с этими телефонами мы остались все теми же людьми. Посмотрите, сегодня страны ведут себя точно так же, как 100, как 300 лет назад. Как мужики велись на меже, они берутся за квадратные километры. То есть в социуме мы остались примерно тем же самым. Наш менталитет меняется гораздо медленнее, чем технический мир. Только образование может менять фактически менталитет человека. То есть его взгляд на мир, его отношение к этому миру и так далее. Только образование – прямой инструмент управления будущим. Итак, путь к нашему небу – это, собственно, образование. Вот о нем мы и сейчас поговорим. Образование – новое. Здесь я хочу сказать очень важную вещь, что умным должно быть общество, а не просто отдельные гении. Как бы мы ни учили, какая бы ни была школа, лучшая в мире, худшая в мире, всегда будут какие-то гениальные люди. Образование для которых, а по словам образование, я понимаю, не школу, а все. Потому что все, что образовывает человека – социальные отношения, архитектура на улице и так далее. Почему итальянцы исторически лучшие до сих пор? Модельеры и прочее. Да потому что архитекторы и прочее. Да потому что у них среда очень богатая архитектурная. А если вы выросли, где у вас только квадратные коробки, то вряд ли вы станете таким замечательным архитектором. Хотя, опять-таки, какие-то исключения бывают. Итак, почему? Потому что если даже есть какие-то гении, по-моему, Ключевский из великих русских историков говорил, что в России всегда были гениальные люди, мастера, и была толпа, но не было подмастерьев. Вот без этих подмастерьев, без этого среднего класса, все проваливается. С этим гением не с кем разговаривать, на самом деле. Поэтому человеческое общество, конечно, должно быть умным в целом, для того, чтобы умные идеи овладевали, так сказать, этой человеческой массой, и люди это воплощают. Итак, что такое умный? Значит, это просто, вот я скажу определение своего товарища, специалиста-фатрис. Умный видит систему там, где ее не видят другие. То есть, вот если человек просто, ну, тренированный, скажем, смотрит на стул, да он видит стул, на чашку, он видит чашку. Человек в системном мышлении, в зависимости от контекста, видит еще много чего. Что стул, это вот устройство такое-то, такое-то, которое, допустим, его нельзя делать шире, потому что не внесешь потом в комнату, ну, и много-много-много чего еще. Понятно? Системное восприятие мира. Далее. Значит, поэтому я делаю простой вывод, что детей нужно учить системному мышлению. И хочу сказать, что целенаправленно наша система образования этим не занимается. Вот так вот, всякими способами, как-то, это, конечно, получается у самых одаренных. Но целенаправленно система обучения даже не ставит такой цели себе. Или еще одно. Ну, вот у нас товарищ такой, да, всем известный, наверное, да, уже в России. Беджамин Франклин. Большой ученый, на самом деле, очень уважаемый человек. Видит легко, трудно предвидеть, говорил он. То есть детей нужно учить прогнозировать. Опять-таки, прогнозировать свою собственную жизнь, прогнозировать явления, которые в жизни возникают и так далее. А ведь, как и взрослых. А, опять-таки, вся система образования, которая у нас есть на сегодняшний день, не занимается этим целенаправленно вообще никак, на самом деле. Дальше. А это можно делать, да, вот, пожалуйста, это прогнозировать изменение систем, видеть, что система необходима, прогнозировать, если необходимо. Вот товарищ, который сзади едет на красивой машине, не спрогнозировал изменение системы, которое будет примерно через четверть секунды. И в результате весь окажется, так сказать, не так, чем он надушился с утра, но все будет плохо для него, потому что он не спрогнозировал изменение системы. Давайте дальше. Итак, прогнозировать изменение системы необходимо, но и этого даже недостаточно. Я сейчас говорю о очень важных функциях, которых требует от человека современный мир и которым школа не учат. Нужно уметь изменять эти системы. Мы живем в быстро меняющемся мире, не только изменять, я здесь не знаю, вообще работать с изменяющимся миром, с измененными системами постоянно, чтобы их догонять, чтобы не отставать, чтобы опережать их, нужно менять уметь. Для нас система может быть школьный урок, если мы школьный учитель, например, школа, если я директор, газета, если я редактор газеты и так далее. Это все система. Итак, есть, оказывается, наука об изменении системы. Такая очень прагматичная, очень практичная наука, может быть, ее даже наука я зря называю, больше технология. Тризм. Теория или технология решения изобретательских задач. Она была, собственно, создана как инженерная наука для изменения системы, для изобретательства. Далее. Вот на сегодняшний момент Тризм есть единственная вот такая технология, методика. Это методика, созданная в России, точнее в Советском Союзе, конечно. Значит, которая далеко вышегнула за пределы бывшего Советского Союза. Вот фирмы, здесь видите, General Motors, LG, POSCO. Вот в прошлом году я сертифицировал, допустим, специалиста из LG, который у них, он руководитель группы, ну, мозгового штурма такого, где заедает, и что-то там не получается, и вот туда бросается еще группой специалистов. Он обучал Сатрис, и вот я его сертифицировал в прошлом году. POSCO, не знаю, может быть, вы не знаете, это вторая в мире после заводов Круппа, так сказать, столетейная, ну, компания, которая, вот эти листы, что это автомобили, станки делают люди и так далее. Toyota и так далее. Вот это все фирмы, которые так или иначе уже либо подвергались нашему нашествию, я имею в виду не моему, конечно, а специалистов по Тризм, они сейчас по всему миру как-то. Значит, либо уже имеют в своем, в своих программах развития, обучения Тризм и так далее. На Intel, например, Intel проводят международные конференции в рамках Intel по Тризм уже и так далее. Вот, бывая в Корее, например, заезжая в Samsung, там собирается больше серьезных специалистов по Тризм, чем сегодня можно собрать в Москве. Вот, и смех и грех, когда наша делегация правительства была в Корее и спрашивали, а как вот секреты, так сказать, подъема Samsung, они там многое что говорили, в том числе сказали, вот, а это Тризм вообще, ваш российский. И все наши там представители правительства переглядывались и говорят, а что это такое? Так, далее. Значит, вот это книжки, которые, значит, вот эту книжку я привез, можете посмотреть, и на разных языках выходят книги по Тризм. И на сегодняшний момент вот эта вот, Six Sigma, очень популярная в мире, ну, наверное, самая популярная сейчас методика совершенствования продукции. Вот видите, книжка Тризм плюс шасси, плюс Тризм зеркального отображения, ну, так вот украсили обложку, и так далее. Значит, так, вообще таких методов очень много, Тризм один из них. Если решать инженерные задачи, я абсолютно уверен, что это самый сильный сегодня метод, и именно поэтому, выйдя из России русскоязычными людьми, так сказать, не знающими, ну, мы все советские люди, языками, нашими мастерами, выехавши туда, он, тем не менее, проломал вот это колоссальное сопротивление и стал, ну, всемирным на сегодняшний момент, всемирным методом. Но есть и другие методы, и каждый из них имеет нечто свое. Я сейчас вот здесь на плакате нарисованы, то есть на слайде нарисованы те методы обозначенные, которые доказали уже в течение применения много-много лет, ну, свою, во всяком случае, выживаемость в мире методов. То есть они показали, что они что-то решают. Это такие методы, как мозговой штурм, синептика, морфологический анализ, метод Кольвера, метод МН-4, так далее. Зачем я здесь написал? Только с одной целью, показать, что их немало. И когда я ввел такое понятие, кажется, его ввел я, может, не я, но я, по крайней мере, стал первым издавать такие пособия, они назывались сборники педагогика плюс ТРИС. И в обиход вошел такое понятие ТРИС-педагогика. Я сказал, ребята, своим коллегам, ТРИС-педагогика это не ТРИС. ТРИС у нас основная базовая составляющая, но кроме нее туда войдет много чего. Войдут все методы, которые так или иначе показали свою жизнеспособность. Потому что если мозговой штурм для решения многих таких инженерных задач явно проигрывает ТРИС, то в дидактическом отношении это очень интересная вещь. Он организационно очень прост, его легко научить организовать. И он учит детей слышать друг друга. А это очень важная, ну, с позиции дидактики для нас цель. Просто научить детей слушать друг друга. Не свое выкрикивать, а еще и развивать только мы правила определенные делом. Эти правила описаны в литературе, в техниках, которые я писал. Вот на сегодняшний день создана международная ассоциация ТРИС, куда входят 30 стран. Значит, очень разные специалисты. Ну, здесь каждый, кстати, наших общественных организаций. Это общественная организация, у нее нет денег, она просто общественная. Ну, копейки есть, конечно, какие-то. Десятки тысяч долларов, не более того. Ну, бюджетные. Цель образования для новой эры. Я бы мог написать здесь 10 пунктов. Мог бы 20 написать. Вопрос, ну, мог бы 7 написать, да. Я просто вот решил для себя, вот на слайде много трудно, я выдал 3, которые я считаю, ну, самыми-самыми, да. И написал их. А можно их, конечно, спробовать и дописывать. Это, во-первых, креативность. Причем креативность, это ведь свойство не ума, это свойство ума и характера, да. Когда ты не только можешь мыслить, но ты еще и смеешь что-то делать, да, новое. Значит, система смышления и умение быстро разбираться в массиве информации. Причем в информации плохо организованной и в информации специально плохо организованной. Вот когда мои дети вырастают, у меня их много, когда, значит, вот старший школьный возраст, у меня есть такой традиционный разговор. Я иду с ребенком, да, со своим, и говорю, вот ты должен понять одну вещь. Это так против вещизма, ну, у меня, вот, слава богу, ни у кого из детей нет вот этого вещизма, жадости на новые штучки всякие, похвастаться и так далее. Я говорю, ты должен понять одну вещь, вот ты должна понять одну вещь. Что вокруг тебя есть большое количество умных, образованных в определенном смысле, получающих высокую зарплату людей, у которых одна единственная функция заставить тебя купить ненужную тебе вещь. Ну, это реклама, что называется, да. Значит, и таким образом мы постепенно с ними приучаем себя к мысли, что нужно, как бы, сопротивляться. Вокруг тебя огромное количество, это политики, это маркетологи разные и так далее, люди, которые тебя изучают, пытаются тебе втюхать что-то, что, может быть, тебе во вред или, по крайней мере, не нужно. Поэтому к этому веру нужно относиться, как сказать, ну, чуть-чуть критично, и понимать, что это и есть. Это просто, ну, вот так он устроен, такие явления. И быть защищенным в этом плане. Ну, ладно, об этом просто можно долго говорить. Я, например, водил на собрание кришнаитов своих маленьких детей, возрасте 7 лет. Приводил на собрание кришнаитов. Ну, там все так хорошо, покормили нас, там еще что-то, разные люди. И потом мы выходим, начинаем говорить тебе. Я говорю, а зачем, как ты думаешь, 7-летней дочери своей, зачем люди сюда ходят? Она говорит, вот здесь кормят. Я говорю, хорошо, ну, ребенок же. Я говорю, ну, это бедные люди ходят. А вот посмотри, какие машины у подъезда. Ага, там такие машины стоят дорогие. Я говорю, вот эти люди, как ты думаешь, не из-за этого приехали? Нет, наверное, а зачем они приехали? И мы начинаем рассуждать, что человек получает, почему он сюда, какой человек сюда придет, что он недополучает в жизни, что он должен сюда прийти и так далее. И тем самым я защищаю этого ребенка от влияния, так сказать, ну, которое мне, как родителю, кажется, достаточно нежелательно. Значит, вот здесь формула, замечательная формула. Значит, я прошу прощения, тоже из американской презентации, не берем на русский язык, кто здесь там все понимает, я расскажу. Результаты продуктивности человеческого деятельности. Это произведение личных способностей. Формулу вывел наш региональный представитель в Соединенных Штатах, вот в нашей лаборатории Марк Баккер. Умноженные на коэффициент личных знаний. Знания никуда не уходят, они нужны. При всех методиках, если у тебя нет знаний, кирпичиков, за которых все распространено, то что делать. Умноженные на единицу плюс, куда вы владеете инструментами? Ну, разными. Это взятие интеграла или квадратного уравнения, знание, как нарисовать лошадь. Все это инструменты, которые нас научили, мы, или как умываться, мы все это делаем. И единица плюс n. Где методика? Владение методикой, значит, то есть развитие уже этих инструментов. Это уже самая верхняя часть, да? И вот мы учим детей сначала просто решать задачи, а потом, когда сталкиваемся с задачей, что они не могут решать, и даем им тогда методики этого решения. И таким образом мозг человека развивается благодаря методам. Вот в современном мире это самое основное. Мы с вами не умнее Архимеда, понимаете? То есть, в смысле, это уж точно, если говорить об Архимедии. Я хотел даже сказать другое. Скажем, древних греков, да? Физиологически они были такими же, как у них был такой мозг, они были ничуть не глубее нас. Но мы умеем сейчас гораздо больше, потому что у нас больше зданий, больше умений, больше навыков, понятно, да? Больше методов, которые мы можем делать. Вот, 13 век, в итальянский город Пиза, помните, где эта башня падает, съезжаются математики со всей Европой и соревнуются друг с другом, показывают, кто самый крутой. А в чем они соревнуются? Деление чисел больших. Не было тогда, писали их в римском, способа деления уголком, который сейчас владеет любой девятиклассник, там не было, поэтому нужно было угадать, потом перемножить, посмотреть, попал недолёт, перелёт, опять это сделает, кто сделает быстрее. А в 14 веке такие же соревнования уже проходили по решению квадратных уровней. Нужно было угадать корень, понятно, да? А сейчас есть метод, пожалуйста, раз, x1, x2, корень квадратный, там, детерминат, посчитали, посчитали, зя. Мы что, умнее стали? Нет, но у нас инструменты. Я сейчас перегоню любого Геракла, но я на машину сяду или на мотоцикл, понятно, да? Не потому, что я быстрее его бегаю, а потому, что у меня инструменты. То есть наша сейчас сила в наших инструментах, в наших методах, с помощью которых мы делаем следующий, пожалуйста, следующий. Значит, а, это всё расшифровка. Дальше. Да, вот книги, далеко, это слайд, а, позапрошлый год, здесь далеко не все книги, которые мы наработали, вот, по-триспедобойке. Это продукции только лаборатории образования для новой эры. Есть ещё и другие авторы, но, правда, не знаю, три четверти книг написаны нашей лаборатории в этой сфере. Далее, можно просто. Вот тут вот некоторые современные книги, приедет издатель, кое-что из этого привезёт. Я просто несколько слов скажу. Сейчас мы сделаем что? Что мы делаем в сборнике задач, это новый поджанр литературы, именно творческих, исследовательских и изобретательских. Таких задач, которые решают, можно получать разные ответы. Там, допустим, есть какой-то контрольный ответ, но задача не найти контрольный ответ. А если ты с ней скажешь задачу, породить 10 гипотез. Если изобретательская, найти 10 решений. И такие задачи мы решаем с детьми из 6-7 лет. У меня ребёнок 6 лет уже формулировал противоречия. И понимал, что у меня противоречив без всяких умных слов, дизюкция, конюнкция, в очень простых вещах. Я просто, чтобы было понятно, напомню, вот образ скажу. Захожу, ребёнок слушает пластинку. Помните, нюф-нюф, нюф-няф, там вот эти три поросёнка, волк. Значит, конец пластинки, волк пытается всё съесть поросят, они в последнем домике, он туда не может его разрушить, он прыгает туда через трубу, а умные поросята подклядывают таз с кипятком, и волк ошпаренный и уходит. Бравурная музыка, поросята танцуют, всё закончилось хорошо. Смотри, ребёнок мой грустный слушает. Я говорю, Леночка, а почему ты старшая дочь моя? Я говорю, почему ты такая вот грустно как-то слушаешь? Ведь всё хорошо, ну по задумке, так сказать, автора в пластинке. Она говорит, ну ведь волку же тоже нужно кормить волчат чем-то. Я говорю, ух ты, а что будем делать? Тогда поросят отдадим на съедение? Говорит, нет, пап, наверное, нужно ему показать, что ягоды тоже вкусные. Значит, ну как может, ребёнок, да? Но она почувствовала это противоречие там, где не должна была ещё почувствовать, по замыслу, так сказать, там, где обычно дети его не чувствуют. То есть, этому можно научить. Так, да, и вот, верите назад, секундочку. Значит, мы сейчас делаем вот такой курс, создаём курс, который называется «Умысль», «Учись мыслить смело». Вот здесь присутствует Александр Фёдорович Кафтриев. Александр Фёдорович, помашь рукой, да. Значит, с автором и вот по этому курсу, и по вот одной из книг, который мы написали, вот, значит, и он, возможно, здесь, где, по крайней мере, Павел говорил, да, если вот такая возможность, тоже проведёт такой небольшой или круглый стол, что-то именно вот расскажет про этот курс «Учись мыслить смело». Это альтернативный, или пока мы сейчас маскировать и говорим дополнительный, курс образования для детей. Тот курс, который мы считаем нужен для современного образования, современному ребёнку. Мы учим учителей сейчас этому курсу, правовым семинаром и так далее. Далее. Значит, мы сейчас часто говорим, что очень важно, ну, не мы говорим, вся Европа об этом говорит, Америка. Вот это индивидуальный образовательный маршрут как-то ребёнку. Но как? Дети все очень разные, понятно. Если один учит это, другой это третий это, то вообще непонятно, как это проверить, как сделать единое образовательное пространство и так далее. У меня есть такое впечатление, что мы знаем как. Но это тема отдельного разговора. Значит, я просто хочу сейчас сказать, что очень важно. Вот от такого ребёнка до такого, самое важное в системе образования, чтобы первое, у ребёнка был интерес к жизни. Будет интерес к жизни, будет образование, будет всё. Будет сам читать книги, будет добиваться его. Был такой товарищ Пешков, правда, который стал горьким, который стал великим писателем. Сейчас моя дочь учится в Чехии в университете. И звонит мне по скайпу, говорит, «Баба, а я вот ходил в театр на спектакль, а что ставили? Горького. А кто с тобой ходил? Серб, французство?» Я говорю, «А они знают Горького?» «Да, все знают. В школьной программе во Франции и там в Сербии где-то изучаешь». И вот, значит, второе, очень важная вещь – востребованность. Мы можем детей как-то вот представить себя искусственно так вырастить. Вот танцы, пляски, всё здорово, интерес к жизни, глазки горят, но если они не будут в жизни востребованы, они выйдут в эту жизнь и что? Обломаются. Им будет плохо. Они покатят жизнь самоубийством, хотя вроде бы до этого всё было хорошо. Поэтому не должно быть такое искусственное, понимаете, да, вот всё очень у нас хорошо. Жизнь вносит свои коррективы, и человек должен быть к этому готовым, он должен быть востребован, он должен это чувствовать, тогда он будет счастливым. И, наконец, успешность человека, но я не имею в виду деньги набить карманами, это тоже хорошо. Успешность человека – это тот, кто считает себя успешным. Если вы живете на берегу реки, питаетесь червями, но вам хорошо, вы тоже успешны, я понимаю. Пять, да, осталось. Ну, замечательно, так и будет. Пожалуйста. Значит, а, вот всё-таки сказал, мы разработали такую концепцию, центр учебных погружений, да, значит, что это такое? Я вам часто скажу такую вещь ещё. Вот, она училась в Белоруссии, да, вот 9-10 класс, 11-й, и там нет возможности освободить ребёнка от школы, вот на семейное образование. Ну, договорились с директором, что она будет через неделю ходить в школу, а неделю не ходит. Учится она хорошо, всё нормально, знаний, правда, никаких, очень, ну, мало. Тут приходит, вот я приезжаю под Новый год, и говорю, доча, что у тебя по физике? Ну, отличные оценки. Начинаю с знания, спрашиваю, изучила оптику. Ну, ноль, понимаете? Вот зеркало, подходим к зеркалу, говорю, смотри, у тебя родинка справа, а в зеркале слева, объясни, почему? Не понимаю. Я говорю, я начинаю вот так по жизни, всё вокруг, что касается оптики. Почему солнце красное вот сюда закатит? Почему? Ничего не знаю. Ладно, 3 дня садимся, по 4 часа в день, и за 3 дня проходим всю оптику. Всё, что в школе изучали, с полным усвоением, с показом эксперимента, купил специальный какой-то, значит, там, набор. Раз, мне нужно показать, как луч света, падая на угол, на угол, да, ну, там, расходится, да, а в наборе такого нет. Я бегом к бабушке, бабушка, гранённый стакан есть или что-нибудь? Такое, графин, раз-раз нашли. Ага, так ничего не получается. Воду налили, показали. Она от этого балдела, что мы тут же, да, тут же находим какие-то решения, задачи, которые вот сейчас возникли, прямо тут же мы решили их показать, да. Вот нормальное образование, оно проходит в таком решении задачи, как мы постоянно, да. Вот это, я потом говорю, а что тебе больше всего понравится? Вот это. За 3 дня мы прошли практически вот курс школы, потом повторили его ещё день. Всё. Значит, центр учебного погружения, это по определённой методике, разработанной. Значит, вы пришли туда, и за 3 дня изучили оптику, механику, творчество, древних греков, я не знаю, что, да, по специальности, где есть, ладно, дальше, это слишком долго говорить, у меня время как-то качество. Дальше. Вы, в принципе, поняли. Итак, изменения неизбежны, но нужно знать, куда идём. Если неправильное направление выбрали, будет всё равно плохо, даже если будете рыть со всей силы, а не туда попадём, понимаете. Очень важно выбрать направление. Поэтому меня очень волнует, в каком направлении, собственно, можно найти бедреннее или быстрее, но главное выбрать правильное направление. Ой, спасибо. Я вложился во время своё. Если будут вопросы, да, пожалуйста. Я думаю, у нас есть время на один-два вопроса, если есть желание из зала задать. Потом, в индивидуальном порядке, Анатолий здесь присутствует на форуме ещё какое-то время, не знаю, как минимум один день, как минимум ведёт мастер-класс. Как сделать единое образовательное пространство, если разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут? Да, на самом деле. Я не знаю, читали ли вы, это одно из противоречий системы образования в целом. Вообще, у меня есть такая статья, её перепубликовали 7 раз, и только что я знаю. Кто не знает, не знает сколько. Она называется «Систем противоречия в образовании». Вы читали, нет? А, читали. Это одно из образований. Здесь я вам скажу, я скажу поверхностно и быстро. Смотрите, что должно сделать государство прежде всего? Государство делает минимальный набор тех знаний, которые умения, наука, называйте как хотите, только пропишите это чётко. Не говорите слово «компетенция», если вы не можете объяснить, что это такое. Если можете, говорите, пожалуйста. Того, что человек должен уметь к определённому возрасту, допустим, обязательно он должен к 16 лет вот это, вот это. При этом мы рекомендуем, чтобы к такому возрасту, рекомендуем уже вот это, к такому это, к такому это. Это должны быть ориентиры. А дальше оно делает вот это вот, я с помощью этих цифров, с помощью школ, и определённой системы обучения, но об этом нужно говорить отдельно, это ещё чаще два доклада. Значит, такую среду, когда человек может, его родители, пока он маленький, в зависимости от его интересов и так далее, простроит вот этот самый маршрут, что сегодня мне может, уже такие школы есть, правда, они, их назвать нельзя номера, они прячутся от государства, я знаю такие. Они берут, например, и математику изучают, причём это не единица, там много школ таких, экспериментов есть. Они в начале школы приходят, начинают изучать только математику, у них там с вами методика и так далее. Они изучают ничего, только математику, но физкультура, это понятно, но зато они её изучают, вот так быстро они в неё погружаются, что у них остаётся куча времени потом, и они потом наслаивают на неё, приучают детей к очень простому упражнению, и настраивают на неё другое, другое, другое. У них другой образовательный маршрут, чем тот, что есть в стандартной школе. А как же они пишут срезовую работу в государстве? А вот я не знаю, как они пишут. Дайте, недавно я говорил с директором частной школы, тоже не назову с кем, и говорю, а как же вы? Она говорит, а мы два пишем, три в уме. Мы, да, бумаги так пишем, а сами так... У этих людей, о которых я говорил, у них официально оформленный эксперимент, на самом деле. Они под него, посвящённые другому, но под него они как-то там заметают что-то ещё. Так, хорошо. Ещё есть вопрос. Пожалуйста. Сейчас я микрофон передам. Да, я так слышу. Скажите, тогда как вы относитесь... Просто не всем слышно. Ну, стандартного образования, потому что вот я вот чувствую, что вы к этому ведёте, вот как вы относитесь? Я понял. Пункт первый. Значит, начальная школа. Когда, значит, у меня жена читает начальной школы, первая, я ещё не читал, она кричит, беги сюда, посмотри, это как будто у тебя списали с твоих статей, там, творчество, всё. Я говорю, да, классно. Почитал, нашёл там, когда в конкретику в лес какие-то неляпы, ещё чего-то, но в целом, говорю, здорово, идут куда нужно. Средняя школа, я их не читал так, повел, мне так, но старшая школа, когда я прочёл, я уже оснулся, первый в госах. Я собрал 3000 подписей, я направил письмо Путину, да, я всю жизнь в Министерство образования, Верховный суд, я уже проиграл один суд, там, понимаете, два министерства против частного лица. Сегодня, кстати, продолжение суда, только там адвокат бьётся, я сюда приехал. Вот, значит, я подал Верховный суд на Министерство образования, значит, в связи с, ну, не важно, там, очень коррупционные схемы, скажем так, проведения учебников, там, и так далее, которые они 5 лет выстраивали. Ну, хорошо, значит, и, те в госах для старшей школы, которые первые они опубликовали, это была смерть физики, химии, значит, всем сложным предметом, просто смерть была. Я задал только один вопрос на заседание общественной палаты разработчику, вот второй после Кордакова, там, значит, я ему говорю, уважаемый, вот объясните нам одну вещь, что ли, да, вот вы все время говорите, да, у нас это плохо, это плохо, это мы тут не запятые, мы не там поставили, но зато у нас огромная вариативность, да, ученик должен уметь выбирать. Я говорю, скажите, пожалуйста, как ваша вариативность, вот это количество выборов, может быть реально воплощено в школе, где один класс на параллели, где два класса, и не словами не ответить, и четыре, а покажите математическую модель, это очень просто, это табличка, которую может построить третикурсник МГУ, матфака, легко, а у вас там куча академиков, скажите, как вы это сделали, мне в ответ молчание, такое тяжелое молчание, и в ответ другой умный человек говорит, вы же понимаете, что у них ничего нет, не просчитали элементарных последствий, я бы студенту третьего курса поставил бы двойку, ни за чего, если бы он мне принес такие вгосы, понимаете, значит, потом быстренько-быстренько изменили, в лучшую сторону, не такую смертельную, но ляпов там очень много, все что я могу, потому что на самом деле, я вообще не хочу обсуждать вгосы, я не хочу обсуждать вгосы, пока нет закона, я не хочу закон обсуждать, пока нет концепции, что мы хотим получить, того самого, да, конечно, поэтому, да, Да, поэтому это все бесполезно обсуждать, это мертворожденное, пока нет концепции, что нам на самом деле нужно на выбор. Просто закон будет пересматриваться, то есть вот закон об образовании, как его обсуждали последние несколько лет, после выборов другой будет приоритет. Ну посмотрим, живем в поспорник. А то, знаете, до выборов, я как сам консультировал в политикой, я знаю, что до выборов обещают очень много чего, что после выборов куда-то падают. И было еще вопросы, да, все. Нет, не будет. Хорошо. Давайте поблагодарим докладчиков, он будет здесь и что-то. И мы будем в этом угодняем. Завтра мастер-класс секции. Завтра будет мастер-класс по...